Привет вам, любители комиксов! И сегодня у нас на обзоре первая книга из серии BPRD. В частности, серия, посвященная лягушачьей чуме, или, как она называется в оригинале, Plague of Frogs. Это, скажем так, спин-офф, если можно так выразиться, хелбоя, ну, как вы видите, здесь надпись From the Pages of Hellboy. Соответственно, это команда, бюро расследования паранормальной деятельности, которую ранее возглавлял хелбой. Ну, затем по сюжету основной серии он на какое-то время выбывает из игры. И здесь у нас команда во главе с Эйбом Сепиеном противостоит новому вселенскому злу. Давайте начинать. Пока буду листать книгу, расскажу немного про историю и про то, вообще, насколько и почему мне очень нравится эта серия. И почему она нравится даже больше, чем основная серия хелбоя. Итак, это суперобложка, лицевая сторона. Корешок выглядит таким образом. Это хард, довольно редкое издание на сегодняшний день, потому как харды выходили очень много лет назад, и с тех пор не было ни одного репринта. Найти эти книги сейчас в свободном доступе почти невозможно, а цены у них очень и очень кусачие. Когда-то, много лет назад, цена этого сборника, это аналог Омнибусов от Dark Horse, опять же, стоил в районе 35 долларов США. Вот если видите, вот здесь у меня под пальцем указана цена. Давайте посмотрим, что же там под суперобложкой. Сейчас я её сниму. Книга старенькая, поэтому немного потрёпанная, но тем не менее, тем не менее. Так выглядит лаконично и довольно просто. Лицевая сторона под суперобложкой, здесь, опять же, некая такая гравировка, шершавая такая поверхность обтянутая, корешок и, соответственно, сзади просто чёрный фон. Что ж, давайте начинать листать, и я продолжу свой рассказ. Здесь у нас состав команды, собственно говоря, которые в этом сборнике присутствуют. Тот самый Эйп Сэпиен, Роджер, Лиз Шерман, Джохан или Йохан Краус и доктор Кейт Корриган, соответственно. Как видите, огромное количество людей приложило руку к этой истории. Да, здесь основные авторы – это Майк Миньоло и Гей Дэвис, но тут, как видите, очень много людей, и помимо них имели честь здесь оставить свой след. Здесь, значит, книга как построена? Здесь есть отдельные самостоятельные самобытные истории, а есть сквозной сюжет, собственно говоря, который называется «Plague of Frogs», который, на самом деле, растянут аж на четыре книги вот таких сборника, и потихонечку мы сами на них все посмотрим. Чем интересна эта серия в целом? Здесь, в отличие от непосредственно Хелбоя, достаточно большой набор разномастных героев-персонажей, а не только наш известный красный рогатый друг. И, соответственно, сюжеты здесь построены в более таком детективно-мистическом ключе, нежели фольклорная тематика самого Хелбоя. И часто мне при чтении вот этих вот выпусков навевают, эти выпуски навевают ассоциации с секретными материалами, с сверхъестественным и вот тому подобными произведениями, фильмами, сериалами, потому как здесь, как правило, есть какая-то детективная составляющая и мистика, которую наша команда разномастная расследует. И, собственно говоря, вот сюжет завязывается на том, что есть некое древнее зло, оно вскользь промелькнуло еще в первых выпусках Хелбоя, если я правильно помню, назывался он, по-моему, Seed of Destruction. Там, если помните, были люди-лягушки. И вот эта вся история не закончилась в тот момент, когда она закончилась по сюжету основной серии книг Хелбоя. Она переместилась вот на странице этого комикса. И смысл здесь в том, что вот эта вот так называемая лягушать чума – это древнее зло, которое превращает людей вот в армию таких лягушкоподобных монстров. Ну, такое, собственно, проклятие. И наши герои пытаются вот выяснить, откуда все это началось и как с этим бороться. Ну, а попутно отдельные истории рассказывают про разные, своеобразные вещи, про город, где там сжигали, топили, уничтожали ведьм, про подводные какие-то там проклятия, про различных мифических существ. Ну, и, в общем, различные легенды, скажем так, здесь также представлены, которые наши друзья разыскивают, расследуют, пытаются разобраться, выяснить и так далее, что происходит. Рисунок здесь довольно разнообразный, потому как большое количество художников и авторов было, но на основной серии в большей степени работает в том числе сам Миньола, и по его характерному стилю это можно, конечно же, увидеть. Здесь очень активно и широко раскрываются персонажи, вот эти вот второстепенные, которые были во вселенной Хелбоя. И здесь, конечно же, очень интересно посмотреть на то, каким образом Эйб Сэпиен у нас как персонаж раскрывается, и вот Лиз Шерман, да, и другие персонажи. Более того, здесь, если я правильно помню, во второй книге этого сборника, этой серии, мы узнаем достаточно интересную историю происхождения Эйба Сэпиена. И в дальнейшем потом он переместится в отдельные сборники, есть, по-моему, уже три тома, непосредственно посвященных Эйбу Сэпиену, где вот он там занимается, скажем так, самоидентификацией. Комикс очень прикольный, здесь совсем немного текста, если вы видите на камеру, да, здесь много визуального такого повествования, что довольно здорово. И очень легко читается, даже, например, не зная хорошо там английский, досконально, здесь, в общем-то, практически нет проблем с восприятием. И вот один из лучших, наверное, комиксов для того, чтобы начать читать на английском, как мне кажется. Ну вот те самые лягушкоподобные монстры, как я уже говорил. Вот такое вот чудовище пробуждается. И вот здесь, как раз-таки, последние страницы этого тома, это такое серьезное противостояние вот с этой вот армией монстров. В общем, много экшена, много такой интересных перипетий. И, естественно, там про сюжет я рассказывать особо не хочу, но, тем не менее, меня он очень зацепил, было довольно интересно за этим всем наблюдать. И я вот взахлёб прочитал первый том, и сейчас вот по мере возможности читаю второй. Книги эти достать было очень сложно, я совершенно случайно наткнулся на объявление на Авито, где парень продавал вот эти все четыре тома, привезённые там лет, не знаю, 15 тому назад из Америки. И вот они у него стояли, пылились, он решил, что их пора продавать, мы там с ним сторговались. Они, конечно, вышли не очень дёшево, но в сравнении, опять же, с поиском их в Америке, с доставкой в Россию, конечно, получилось довольно выгодно. И в итоге книги ко мне приехали, и я вот счастлив, что имею их в коллекции. У серии Бипперди очень большая, огромное количество книг на эту тему вышло, в основном все в мягком переплёте, я такие не собираю, но вот серию Плейг оф Рокс и Хайллон Ос, думаю, что кто в теме, те должны знать, о чём я говорю, если нет, ну, впоследствии, в любом случае, на обзорах я об этом расскажу и покажу. И я как бы решил собрать, и вот сейчас дособираю последние выпуски, последние сборники этих книг, там есть несколько хромежуточных выпусков, типа Devil in Me и ещё парочка, сейчас точно не вспомню название, к слову говоря, несколько этих книг вот этой серии выпускала Excel Media, которые успели вот до отзыва лицензии это дело выпустить. Ну, а мы тем временем дошли до допов, здесь допов тоже достаточно много, как и библиотечка Хелбоя, поэтому есть, что посмотреть. Ну, ещё раз повторюсь, да, что для меня этот комикс имеет довольно высокую ценность, он очень действительно интересный, очень приятно читается, легко, здесь действительно интересный протосюжета, ну, и вот это вот сочетание детектива и мистики, оно прям моё любимое, наверное, я бы так сказал. И здорово, что здесь развиваются события, которые так и иначе упоминаются в книгах о Хелбои, и даже нет, нет, в отдельных там, на отдельных страницах есть сноски, там, что вот об этом событии изначально говорилось в таком-то выпуске Хелбоя, например, или вот здесь вот Хелбои покинул там команду, по таким-то причинам читаете об этом в таком-то выпуске Хелбоя, например, ну и так далее. Это, конечно, здорово. Ну, здесь у нас рекомендуют, что почитать, это в то время выходило, соответственно, под, из-под пера Dark Horse. Здесь у нас вот, опять же, большое количество информации о том, какие уже выходили или выходят истории различные, помимо, непосредственно, BPRD, помимо Хелбоя, вот есть, что тут посмотреть. Ну, более подробно об этой всей серии как раз-таки в библиотечках на последних страницах тоже указано. Ну, у нас, в принципе, на этом пока все. Это вот первая книга из достаточно большого цикла. Напомню, что Plague of Rocks это 4 тома, Hell on Earth это 5 томов и еще порядка трех или четырех книг, которые дополняют так или иначе вот эти большие раны, большие истории. Но это далеко не все, что выходило по этой серии, по этой вселенной. Поэтому, если любите мистику, если любите детективные истории, то BPRD или БРПД, по-моему, по-нашему, Бюро расследования паранормальной деятельности, то вам сюда. Конечно, да, в таком виде книги найти сейчас сложно и довольно дорого, но есть альтернативные версии, мягкого переплета и другие сборники. Поэтому, при желании, я думаю, что найти вы сможете и останетесь, я думаю, что в восторге от прочитанного. Ну, а у меня на сегодня все и увидимся в новых обзорах.